Совместные учения войск ОДКБ «Боевое братство» пройдут в Беларуси 1-6 сентября. Воинские контингенты, которые примут участие, планируют прибыть в нашу страну уже сегодня. Подготовка коллективных сил запланирована на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей. В условиях санкции Минлесхоз переориентировал рынки сбыта и достиг исторического максимума в экспорте пиломатериалов. Если до июня 2022-го поставлялось 60 тысяч кубометров, то теперь 77. Ранее основным покупателем был Евросоюз. Сейчас 50% продукции идёт в Китай, остальное в Азербайджан и Россию. В Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения и акция «Внимание, дети!». До 5 сентября все транспортные средства в светлое время суток должны передвигаться с включённым ближним светом фар. За нарушение штраф до 111 рублей. Главная задача – повысить уровень ответственности родителей и водителей. На железнодорожном переезде по Карло Маркса в районе машиностроительного завода 30 и 31 августа будут проводиться работы по перекладке переездного настила. В связи с этим с 8 до 16 часов отменяются рейсы по маршруту 5А Дзержинского-Киселевича. За обновлениями следите на сайте Бобруйского горосполкома. ОНТ открыл онлайн-голосование за звание мисс зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь». В финале 24 очаровательные девушки из регионов и столицы. Из них, напомним, две участницы из Бобруйска – Кристина Иванова, учитель физкультуры второй школы и Диана Царёва, воспитатель 71-го детского сада. К слову, финал намечен на 8 сентября.